Наверняка не раз в этот день прозвучит и уже прозвучала песня, которая так и называется, День Победы, там есть такая строчка, этот день мы приближали как могли. И если вдуматься, вот где, собственно, ковалась эта Великая Победа, то в первую очередь, наверное, на ум приходят места сражений, это города, которые героически держали оборону против немецко-фашистских захватчиков. Но был еще целый ряд локаций, которые, может быть, не приходят на ум в первую очередь, но они, безусловно, важны, и здесь тоже происходила героическая работа. Я имею в виду те места, где лечились раненые, и сейчас мы находимся в одном из таких мест, это Кисловодск, это санаторий имени Аджоникидзе, который еще в довоенное время был одной из крупнейших всесоюзных здравниц. И с началом Великой Отечественной здесь все пришлось перестроить на военные рельсы и наладить работу так, чтобы максимально помогать тем, кто получил ранения, поправить их здоровье и вернуть их в строй. Напротив меня представитель этого санатория Раиса Александровна, которая, наверное, все знает о тех временах, о событиях, о том, что здесь происходило в годы войны. Поэтому давайте к ней обратимся. Раиса Александровна, добрый день. Расскажите, пожалуйста, давайте начнем с того, что вообще представляло из себя санаторий, вот место, где мы находимся, к началу войны. Это было такое, ну, одно из мест всесоюзной гордости, наверное, так можно сказать. Конечно. Наш санаторий был построен в 1938 году и оснащен по тем временам самым новейшим медицинским оборудованием. И поэтому, когда подошла, пришла война, во-первых, здесь случился стихийный митинг был отдыхающих и сотрудников. И еще на этом митинге выступал писатель Алексей Толстой, который, приехав на отдых, в общем-то, вынужден был и со всеми остальными, конечно, возвращаться домой, потому что началась война. Это санаторий был оснащен немецким оборудованием, которое, в общем-то, немцы во время оккупации вывезли, так же, как, ну, из Кисловодска. Вот вы рассказывали о митингах. Это что? Это вот осуждали начало войны? Мы выступали с надеждой победы над врагом. Ну, вот, конечно, в выступлениях именно это звучало, что мы победим и победим очень скоро. Ну, и, соответственно, я так понимаю, что полностью работу учреждения пришлось перестроить, превратить его из мирного санатория, где отдыхали и оздоравливались трудящиеся, да, в место, где помогали раненым. Ну, вот, врач, врач, которая работала здесь вот в санатории в это время, она говорила, что тут же был отдан приказ об переоборудовании санатория в госпиталь под номером 3404, который функционировал до оккупации города. Ну, а во время оккупации здесь квартировали немцы, которые тоже оставлялись. В общем, если это был крупнейший госпиталь еще до эвакуации, то после эвакуации это был самый большой госпиталь немцев, который медицинское оборудование вывезли, при которых было разностороннее хозяйство, испорчено. Поэтому... Затем оккупация закончилась, и опять пришлось, видимо, восстанавливать то, что было утрачено. ...по-новому, и уже после оккупации переоборудование госпиталей шло уже централизовано. Централизована была и организована помощь фонда Красного Креста для помощи Советскому Союзу, который возглавляла Черчилль, жена Черчилля. Вот. И есть такое основание полагать, что она, будучи в 45-м году, могла навестить этот большой госпиталь, который возвращал строй воинов. Что происходило в те времена, эпизоды сохранились в фотографиях, некоторые из этих снимков сейчас перед нами. Что можете отметить, может быть, какие-то самые интересные эпизоды, которые попали в кадр фотографов тех лет? Вот здесь мы видим, да, и сотрудников санатория, и тех, кто лечился. Такая фотография очень нравится. Что здесь? Это наш из раненых, который вот гулял в парке, тоже оздоровлялся целебным воздухом. Тут такая игривая, да, фотография, правда? Да, видно, что жизнь продолжалась даже, несмотря на какие-то временные трудности. Не хочется смотреть на фотографии, которые, в общем, показывали учеб, какой приносили здравницы. Вот, и, конечно, всем нашим воинам можно было пожелать только здоровья, быстрого выздоровления и опять на войну и ждать окончания ее. Санаторий занимает такую большую площадь. Мы пока вот к вам добирались, видели, что здесь мемориальная доска висит, да, где в том числе обозначено, что в годы войны здесь был эвакуационный госпиталь, указан его номер. То есть это такая память, которая живет до сих пор. Да, это случилось в 30-е годовщины Победы в 75-м году. Была эта памятная доска у входа первого корпуса. Была установлена. То есть сейчас до сих пор, да, эта память, она никуда не девается, с ней могут с этими фактами ознакомиться те, кто просто здесь отдыхают? Отдыхают, потому что у нас вышла замечательная книга об истории санатории и, конечно, освещен и этот период. Этот период времени, да, я хочу сказать, что даже вот в том месте, где мы находимся прямо сейчас, тут в данный момент располагается библиотека, но в годы войны, скорее всего, по таким вот самым проверенным данным, здесь тоже было помещение, где располагались койки, где лежали раненые и медики оказывали им помощь, чтобы как-то вернуть их в строй. И надо сказать, что 70% всех раненых, которые лечились и поправляли здоровье на Кавказских минеральных водах, они так или иначе потом возвращались на фронт и дальше вели вот эту священную важную войну.